Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире на телевидении «Комсомольская правда» программа «Тема дня». Меня зовут Нонна Трояновская. В ближайший час будем, как всегда, обсуждать одну из самых наболевших и самых злободневных тем нашей жизни. Судьбы российского крестьянства всегда были очень сложны и неоднозначны. Крепостное право до 1861 года, казалось бы, долгожданная свобода и 1917 год тоже, в общем, не принес русскому, советскому теперь уже крестьянству. Столь ожидаемой свободы. Вот последние 20 лет вроде бы, наконец, начали жить на себя, что называется. И тем не менее, 21 век снова приносит российскому крестьянству очередные проблемы. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили для нас наши журналисты, после чего обсудим с гостями нашей студии ту проблему, которая сложилась в Челябинской области. Жители поселка Наровчатский Челябинской области можно назвать крепостными. Как в 18 веке их продали всей деревней вместе с домами, фермами, теплицами и котельной. Единственное отличие от рабов в том, что у всех на руках есть вольное – иди на все четыре стороны. Но уходить нужно с узелком. Жилища селянам теперь не принадлежат. Когда-то хозяйство крепко стояло на ногах, но фирму постигло банкротство. Дома, в которых жили сотрудники, были включены в уставной капитал и проданы с молотка. Свидетельств о праве собственности на жилье 117 человек не имеют. По сути, много лет они являлись квартиросъемщиками. Говорят, теперь новый хозяин деревни, предприниматель из Армении Сиран Варагян, сразу стал угрожать выселением на улицу. Бизнесмен не исключает возможность продажи жилья квартиросъемщикам. Однако им такие деньги взять негде. После развала предприятия существуют они практически на натуральном хозяйстве. Вот такая вот история. Казалось бы, действительно, 21 век, и вот 117 человек, крестьян, как они сами себя называют, практически проданы вместе со своими домами и со своим хозяйством. Можно это называть так, можно это называть иначе, тем не менее. Вот такая проблема, о ней стоит разговаривать. Я представляю наших замечательных гостей, которые собрались в этой студии. Марина Ракша, руководитель Межрегионального профсоюза работников домашнего хозяйства 8 марта. Марина Александровна, здравствуйте, спасибо. И православный бизнесмен, постоянно, надо сказать, гость этой студии. Православный бизнесмен, это почти православный банкир. Ну, можно, наверное, говорить и так, да. Герман Стерлигов, Герман Львович, спасибо тоже огромное, что вы пришли. Вот услышали мы сюжет, который подготовили наши журналисты. 117 человек, Челябинская область, хозяйство в упадке, проданы практически вместе со своими домами. Бездомные оказались теперь, прав на жилье не имеют. Все уже куплено, все документы подписаны, все. Герман Львович, вот что это так? Как вообще это могло случиться? Я, прежде всего, должен вам сказать, что моя основная работа, я руковожу крестьянским своим хозяйством, я, собственно, крестьянин, а не бизнесмен. Бизнесменом я был в прошлой жизни. А еще я руковожу обществом любителей древней письменности. Я председатель правления этого общества. И как председатель правления общества, любителей древней письменности, я должен вам сказать, что нас всю жизнь разводили насчет крепостного права. Все это вранье, что оно в 1861 году было отменено, оно было просто преобразовано так, что большая нагрузка была снята с иностранной власти, которая тогда царствовала в России. И крестьяне стали еще должны и сами себя во всех режимах обслуживать, и платить за бюрократию, за справки, за взятки и так далее. Чего-то до того не было. А вообще крепостное право появилось только при Борисе Гудунове. Борис Гудунов отменил Юрию в день. До Бориса Гудунова на всей протяжении истории Руси, царской, православной Руси, не было крепостного права. Для того, чтобы напомнить нашим зрителям о том, что такое Юрий Евдень, да, это возможность перехода... Каждый год в определенный день в Юрий Евдень человек мог идти, во-первых, на все четыре стороны. Либо перейти от помещика к помещику. Да не просто от помещика к помещику, а вообще куда хочет. Это полная свобода была, полная воля. Более того, в Юрий Евдень обнулялись все долги. Человека нельзя было посадить на Руси в долговую яму. Не было ростовщиков власти, как сейчас в стране. Сейчас власть банкиров. И поэтому люди были свободны. Нам сейчас трудно себе представить, насколько свободны и вольнолюбивы были наши предки. И какой чмырье стали мы. Хорошо, тогда давайте... И сейчас надо возвращать Юрий в день. И хорошо, что это один день был в году, чтобы люди не болтались туда-сюда каждый месяц. Не было этой суеты. Как сейчас, знаете, берете на работу человека-работника. Работник, кстати, от слова раб, чтобы вы знали. Берешь работника. Он через месяц увольняется. Ротации чудовищные. Все бегают туда-сюда, как ошалевшие, насмотревшиеся телевизоры, ища красивой жизни. Ну, чтобы один день в году могли уходить. Но за то, чтобы долги все обнулялись. И вот тогда люди будут свободны и несуетливы. И у них будет время хорошенько подумать, прежде чем переходить с одного места на другое. Это что касается крепостного права. Теперь давайте о том, что, собственно говоря, ради чего мы здесь собрались. Челябинская область, бизнесмен из Армении, Сиран Варагян, выкупает упадническое, надо сказать, хозяйство. Об этом мы немножко поговорим позднее. 117 человек в этом хозяйстве вместе с жильем, вместе с местом работы, по сути, своей, плохим ли хорошим, это не важно, но тем не менее. Они оказываются выкупленными, и он их, пожалуй, вот как раз для них наступил Юрьев день. Потому что он нам открыл ворота и сказал, ребята, спасибо вам большое, но вы-то мне, хоть вы и куплены мною, но вы мне совсем никак не нужны. Вот ни в качестве работников, ни в качестве насельников здесь, ни в качестве вообще никак. Так, пожалуйста, на все четыре стороны. У людей ни жилья, ни работы, ничего. Ну, здесь проблема в армяне или в русских? Да, дело не в том, он мог быть кем угодно. Проблема в том, что упадническое хозяйство было продано. В чем проблема? В том человеке, который купил, или в тех людях, которые сейчас жалуются? Вот представляете, возьмем аналогичную совершенно ситуацию, но армянин приезжает в Чечню и покупает поселок с чеченцами. Сколько он проживет после этого? Нисколько. Вопрос, продали бы ему? И темы не будет, и никакой передачи не будет на комсомольской правде, и вообще все только улыбнутся, скажут, больной армянин приехал. Продали бы ему там хоть что-нибудь? Минучка, конечно нет. Здесь продали. Да там не то, что не продали, это абсурдная мысль, никому не придет в голову, потому что никакого человека, какие бумажки у него не были оформлены или недооформлены, нормального человека выселить из своего дома до того, как его убить, нельзя. Сначала его надо убить, а потом выселить из дома. С этим я могу согласиться, но юридические документы... У меня тоже пытались отнять дом, и могли бы отнять. У человека можно отнять дом, безусловно. И кто-то может это сделать. Но вот выживет ли этот человек, который отнял, если он отнял у нормального мужчины? Это вопрос. Марина Александровна, к вам как к представителю профсоюза. Люди действительно не имеют права на то жилье, в котором они жили. Как это не чудовищно звучит, но тот совхоз, который, собственно, был в совершеннейших руинах, который был выкуплен, он даже не смог предоставить этим людям договор социального найма на это жилье, в котором они жили. То есть они действительно права на свои метры не имеют. Там какая-то общага, еще что-то и так далее. Там две семьи сейчас остались, остальные там пару дней раз куда-то. Им-то что делать? Они пытаются доказать свое право на существование, но они, по сути, не имеют ничего, никаких под собой оснований. Как бы на самом деле, как бы тут история вопроса, я думаю, что вот этот армянин, он сейчас по полной там гребет за свою глупость и жадность. По одной простой причине, что не покупают поселки с людьми, ну, это как бы вопрос этики, там, совести, это у кого как. Но вопрос прежде к тем властям и к самим тем жителям, которые жили. Значит, эти жители жили в этом поселке. Сколько они лет там прожили? Я так думаю, продолжительно. Достаточно, я думаю. И как бы они не заявили о себе, это как бы наша абсолютная правовая безграмотность, то есть должны были, их там было 117 человек, работали бесправно на этого своего предыдущего хозяина. Они могли заключить абсолютно договор, ну, как бы по сфактам, и как бы заставить его эти все гарантии через суд или как-то себе выплатить. Вот, они могли о себе юридически позаботиться. Ну, ладно, то, что было, то, что не сделали, то не сделали. То есть как бы спасение утопающих в первую очередь делало рук самих утопающих. Сами они о себе не позаботились. Надеялись, видимо, на чудо, на опять-то на хозяина, вот хороший хозяин, плохой. Ну, на то, что с ними ничего не случится, да. Что с ним ничего не случится, ничего не будет, так оно и будем жить. Теперь вот у них жареный бетух клюнул, сейчас они, понятно, должны пойти в суд, в прокуратуру, значит, соответственно, там проверки, все прочее, потому что это, в общем, нонсенс. 117 человек, я так понимаю, там семьи и дети есть. Семьи достаточно должны быть молодые, все же трудоспособного возраста, они должны как бы подавать в суд, все прочее. Значит, вот в статье, которую я в комсомолке читала, что он отключает там газ, воду, еще что-то. Ну, он их требует к выселению. Он к выселению не имеет права этого всего делать без решения суда, вот, поскольку как бы у них нет альтернативных источников обогрева и так далее. Вот, не имеет он на это права, только по решению суда, вот, но потом уже он там вроде как бы даже такие святыни там прикупил, и часовинку, и могилу неизвестного солдата. Да, и местный музей. Да, и местный музей. Ну, я думаю, что это Челябинская область, там у нас есть, во-первых, вот после, я думаю, эфира и после статьи, у нас там край казаков, и я думаю, тоже ребята приедут. Вот у нас в Сергеевом Посаде, тут, к сожалению, печальный случай был, на рынке убили нашего мальчика-байкера, который туда зашел, ну, типа, там овощей купить. Ну, ничего, 300 человек приехало, байкеров, естественно, никто искать не стал. Сами разобрались. 300 человек приехало, нет, сразу возбудили, сразу нашли, кто это сделал, естественно, все рынки были закрыты, поскольку все как бы выходцы попрятались, ребята приехали, и как бы всех нашли, и отдали под суд. Я думаю, что тоже как бы вот эти... Посмотрите, какая здесь опасность, очередной какой-то тычка к межнациональным отношениям. Ведь... Безусловно, а надо было думать. А если нас другие национальницы задевают, то что это нам не тыкнуть обратно? Нет, подождите, вы поймите. Я думаю, что... Это только бы не было межнациональных отношений, пусть нас имеют вовсе щели, только чтобы межнациональные отношения... Послушайте, когда человек покупал территорию, на которой находится церковь, которая была построена на... На пожертвовании. На пожертвовании. На пожертвовании. О чем этот человек думал? Я думаю, что ему нужно забыть про эти там, сколько миллионов он потратил на этот поселок и бежать скорее отсюда. Потому что с ним по-любому будут разбираться. Кстати говоря, знаете, в чем отличие? Вы это уже сказали. Либо кормить этих 117 человек... Предоставить им работу. Предоставить им работу, кормить на их условиях. Потому что, ну понимаете, он сейчас... Он очень удобный человек, он подставился. Потому что для власти он очень будет удобным козлом отпущения во всех смыслах. Потому что на него можно списать все грехи своего бывшего правления. На их глазах это все хозяйство, которое было когда-то успешно, разваливалось, неэффективно. На все это смотрели, закрывали глаза. Никого до этого дела нет. Вот появился армянин, на которого сейчас все эти грехи повешат. И свои, и чужие. Да вы знаете, в чем самое... И будут спросать эти 117 человек. Вот я не ответил вам на вопрос. Вы говорите, вот вам Юрий Евдень, вот там на волю отпускает. Отличие Юриева Дня от того беспредела, которое происходит, в том, что Юрий Евдень всегда было дело добровольное. Насильно никого не могли выселить. Конечно. По законодательству, по русской правде, которая действовала на Руси. И поэтому это точная противоположность Юриева Дня. Это беспредел. А Юрий Евдень это воля. Не может он их выселить. Я думаю, что им надо подавать. Им нужно активизироваться и, наконец, нужно о себе позаботиться. А я считаю, что нужно поступать так, как делали в Сергиевом Посаде. Надо собираться в кучу и решать вопросы. И сразу найдутся все виновные. Сами там, кто надо, возбудиться прокуратурой, безо всякой подачи судов. И не надо ходить, унижаться, жаловаться. Жалуются слабые. Сильные действуют. Самое это любопытное, что и чиновники, и местные судьи оказались на стороне помещика. Все юридические бумаги у них на руках. Они показывают, что абсолютно все, ребята, извините, все чисто. Там есть областной, дальше есть верховный. Слушайте, это же ведь совершенно можно. Я хочу напомнить нашим зрителям, пока наши гости в студии между собой спорят. А я пока напомню, что телефон прямого эфира в нашу студию 637-6454. Код Москвы 495. Вы можете дозвониться до нас и поговорить с нами, и высказать свое мнение. А сейчас мы поговорим с Мариной Световец, жительницей этого злосчастного села, с которой вообще произошла история. Ведь Марина... Марина, здравствуйте, вы нас хорошо слышите? Здравствуйте. Марина, я как понимаю, история, которая случилась с вами, вы, в общем-то, пошли искать правды к этому человеку, к Сайрану, да? Дело закончилось сломанной рукой. Вы знаете, дело было немножко как бы вот не так. Я делала ремонт в доме. Я не ходила к нему. То есть он ворвался в этот дом, и произошло вот это вот событие. То есть вывих. Не сломанная рука, а вывих. Хорошо, расскажите подробнее, зачем он пришел, как произошел конфликт, почему все случилось. Вы знаете, услышала, как бы сейчас слышу прямой эфир, слышу, о чем вы разговариваете, и немножко как бы вот вашу беседу. Можно второму сказать? И сказать свое как бы личное отношение, личное мнение. Вы знаете, я не хочу сказать, что это слабое население. Когда мы подняли все документы, у каждой семьи целый пакет документов. То есть очень долгое, очень долгое время люди обращались не только в прокуратуру, не только в главе администрации Агаповки, писали Челябинск, Москву и так далее. Но как-то получилось, и вот она не там. Это долгая переписка. Когда встают на стороне, что такой грандиозный совков, как заон Равчан. Когда-то был он, кормился магнитом. Очень развито и овощеводство, и растеневодство, и животноводство. Этот совхоз все знают, а в этом показательно топили. Целевые средства Челябинска, которые направлялись в этот совхоз, в Агаповском районе, это единственный совхоз. Единственный совхоз был совхоз-миллионер. И вдруг он стал банкротом. Жители в это не верят. Я в это не верю, никто в это не верит. Ну как это могло быть так? На протяжении 8 лет вообще не платила заработная оплата. А совхоз был показатель. Сколько лет назад обанкротилось хозяйство? В 2006 году, 2006 года, протокол торгов. То есть, ну, 6 лет назад. И как вы жили последние 6 лет? Вы знаете, что интересно? Получается, что два протокола торгов. Здесь нужна какая-то комиссия, независимая комиссия, которая бы расследованием занялась. Понимаете? Вот куда бы мы ни ездили, и в Челябинск, я лично ездила, в палату Путина, когда мне Куликов, Валерий Виталович, я уже могу вот эту фамилию сказать, это юрист. Я записала с ним на прием, приехала в ноябре 2011 года. Знаете, что он мне сказал? А вам не страшно, женщина? У вас есть дети. Вам не страшно? Куда вы идете? Вас просто убьют. Это же Агаповский район, это же Нравчатка. Понимаете, как заполдованные фразы, одни и те же фразы, которые говорили население. И еще, даже если есть документы, приезжала комиссия. Ну, почему-то комиссия ездит с Челябинска, очень как бы зная, да? Уезжает она какая-то, как нам сказали, удовлетворенная в Агаповский. Ведь никто, ни одна комиссия не топнула эти документы. А документы, документы-то просто липа. Я вот многие документы смотрю, сейчас работаем с юристами. Большого количества адвокатов у каждого жителя было. Мы просто работаем на адвокатов, понимаете? Там подлог. Подлог виден. Но почему-то местные власти, Челябинска, от всего этого отмахиваются. У всех есть ответы. И старший совет в инвестиции, Тон Дотаров, отвечает, что да, все было правильно. Произошел открытый аукцион закрытого типа, в котором приняли участие. Это в протоколе торгов написано, для 2006 года. Приняли участие ООНИБА и Аброферман Ровчатка. Вдруг побеждает Аброферман Ровчатка и Севрогяна. Мы не хотим сказать, что он сейчас виновник, торжествовал. Нет. Ведь нужен спрос, нужен с главы администрации Донбаева. Он сейчас был администратор, а когда-то был директором совхода. Как интересно получилось. Почему этот совхоз вдруг стал, совхоз-миллионер, почему он вдруг стал, то есть остался банкротом. Вот с чего нужно начинать. Смитва Рогяна. А пласти. А муж-то есть, нет? Муж есть? Муж есть, нет? Нет. Понятно. А вообще-то мужики там в поселке есть? Или бабы одни? Конечно есть. Вы знаете, с этими мужчинами Аброферман расправляются очень интересно. Почему там есть такая фазента? Почему пустые квартиры? Просто подъезжали, подъезжали люди, выражались. Он распускает там руки и семьи не выдерживает, понимаете? Просто уходит. То есть он уже силой начинает действовать, я так понимаю, выгоняет жителей просто насильно? Конечно, конечно, конечно. Потому что он показывает эти липовые документы, то есть зеленки у меня на все зеленки убирать, если я все поставила на продажу. По рыночной цене. 16,5 миллионов он покупает, значит, этот соход. Слушайте, ну, там хоть кому-нибудь руку-то вывихнули, нет, с той стороны? Или только вам пока вывихивают? Нет, я имею в виду противоположной стороне. Там вот этим ребятам Армянина хоть одна рука там у кого-нибудь пострадала? Или нет? Или пока так там пугают и люди уезжают? Ну, уезжают, значит, чемурье. Пускай уезжают. Распускают руки. Ну, что распускают? Ну, где ответная реакция? Что значит, где самооборона? Мы же живем все-таки не в государстве, где нас могут все бить, а мы не имеем права отвечать на это. Надо отвечать. Ничего страшного. Даже в тюрьму лучше сесть, чем стать позорным трусом. Конечно, нужно отвечать. Вот мы сейчас в судах и отвечаем. Да суды это ерунда. Это полная ерунда. Это вас заводят просто в эту бесконечную ловушку, которая конца края не имеет. И никакие эти бизнесмены-армяне никаких судов не боятся. Там все схвачено и куплено. Они боятся только одного. Получить вторец в ответ. И все. И больше ничего они боятся. Подождите секундочку. Я хочу еще один вам вопрос задать. Сыра рассказывала о том, что он собирается строить и что он собирается делать на месте вашего хозяйства. Вы знаете, по-моему, просто хочет... Он уже устал от этого всего, от этого хозяйства, которое, как ему, может быть, показалось, даст какую-то прибыль. Но сельским хозяйством нужно заниматься. А он закончил МГТУ, это горный университет, он инженер по образованию. Сельхоз-деятельностью заниматься ему, конечно, неинтересно, потому что ни образования нет, да, и как бы никаких там навыков. Прибыль, видимо, которую можно было взять, он уже взял. А сейчас, то есть, сельхоз-приприятие, не сельхоз-приприятие, а графир Муровчатка, оно, видимо, терпит большой убыток. Потому что для такого хозяйства показательного нужны большие деньги, ум, талант и так далее. И нужна еще помощь, дотация. Ну, понятно, то есть он будет перепрофилировать хозяйство, это совершенно очевидно. Ну, скорее всего, он просто это все распродаст, потому что у него даже земли нет. Хорошо, спасибо, мы вас поняли, Марин, спасибо вам большое за телефонный... Подождите, вот вы говорите, вы крестьяне, а какое у вас крестьянство? Вот вы какой крестьянской работой занимаетесь? У нас чуть-чуть осталось времени, совсем немного. Марин, коротко, если можете ответить. Еще раз вопрос. Что у вас за крестьянская работа? Вот вы говорите, вы крестьянка, ну, то о крестьянах речь идет. Вы что делаете? Я как раз не крестьянка, я работаю в высшем учебном заведении. Я понял, а кто там крестьяне-то вот ваши? Я так вот по фотографиям смотрю, там... Послушайте, Марин. Друзья, у нас полтора минуты до конца. Поясните, что понятен был вопрос. Вот судя по фотографиям, если я не прав, вы меня поправьте. Там домик на домике, там крестьянским хозяйством быть негде. Там ферма была. Ну, ферма, это люпенбролетарский подход. То есть, один там гайки закручивает, другой там доилки коровам подсовывает. Это не крестьяне, это не крестьяне. Это обычный завод по сельхозпроизводству. Как ход? Был показательный так ход. Ну, понятно. Просто к вопросу о том, что надо договориться о терминах. Если у человека свое крестьянское хозяйство, мне трудно себе представить, чтобы к нему пришли и селком все отняли. Потому что у него ружье на стене висит, потому что у него есть дети, у него есть соседи, у которых те же проблемы. В картечи влупят и свиньям скормят. Давайте послушаем, что нам в разговоре сказал бизнесмен, армянский бизнесмен Сейран Вараген, который купил, собственно говоря, село Норовчатку. Что он нам объяснил, как он объяснил свой поступок и вообще все, что происходит там. Ну, за потребление электроэнергии, которые эти же жильцы, которые на сегодняшний день жалуются, они не оплачивали. То есть за них, например... Это за них оплачивал зао Норовчатская. Если подтверждать эти документы, можно вот даже с Челябин-Эргосбит, в общем, сейчас, как по-другому называется организация, можно у них взять и посмотреть. Два с лишним миллиона, Челябин-Эргосбит тоже пострадал. Не оплатили вот за электроэнергию. И по сей день, вот люди, которые живут в этих квартирах, частично платят электроэнергию, а за коммунальные услуги никто ни копейки не платит. Если жилье у человека, человеку не принадлежит, что он должен сделать? Освободить? Естественно. У них было три года времени. После договора купли-продажи, протокол торгов, у нас получается чисто здесь 2008 года, да? Да. 2008 года, протокол торгов. И вот смотрите, что происходит? Жители села утверждают, что они узнали о том, что их село продано в тот момент, когда к ним пришли и сказали, ребята, извините, у вас 24 часа для того, чтобы выйти из этой квартиры. У меня есть конструктивные предложения для власти региона. И вообще и для жителей тоже. Поскольку вообще нет худа без добра, говорят. Вот я когда-то разорился 9 лет назад и думал, что это большая трагедия, и потерял дом, офисы и так далее. Оказалось, что это было лучшее, что произошло в моей жизни. Я думаю, что сейчас власти региона могут выделить бесплатно земли для тех людей, которых выселяют, и дать им возможность строить материалы и подъемные на то, чтобы они построили свои крестьянские хозяйства, те, кто хочет работать. А всякая пьянь, шваль и так далее, ну пусть с ними армянин разбирается. В принципе, там это, вот мне безразлично, какая судьба будет у тех, кто там доспивается до конца. А те, кто хотят трудиться, те, кто хотят растить и рожать детей, им надо создать свои крестьянские хозяйства. И с ужасом вспоминать, как они работали на того парня. В рабских совхозах, колхозах, агрохолдингах и так далее. И я думаю, что они будут с благодарностью, может быть, в кавычках с благодарностью, но в целом с благодарностью вспоминать эту ситуацию, которая может изменить им жизнь, изменить жизнь их детей. Вот смотрите, мы сейчас услышали с Ирана, по сути, то, что он говорит, если это правда, если не брать никакие отягчающие обстоятельства, там, подлоги, то, сё, пятое, десетое, ведь он, по сути, прав. Ой. Нет, подожди, вот в каком смысле прав? Вот, допустим, он прав юридически. Нет, минуточку, минуточку. Человек прав юридически, но в доме живут дети, люди, нормальная семья. Он приходит, говорит, я прав юридически, уматывайте отсюда. Да не прав он. Я вот сейчас с Бабкиным встречался, это председатель партии дела. Мы сейчас выпили с ним чай, я иду приезду сюда. Я говорю, вот еду на Комсомольскую правду, он говорит, тема какая? Я говорю, ну, вот там армянин туда-сюда. Говорю, ты вот как считаешь, что делать? Он говорит, да что делать? Он говорит, пф, вообще, что подскажет ситуацию, то и дело. Я говорю, а как же закон-то? Он говорит, какой закон? Есть человеческие понятия, они выше закона. И в любой стране мира любой нормальный мужик будет поступать адекватно. Если это мужик, если это не мужик, тема снимается. Если человек не хочет трудиться, тем и снимается. Если он хочет просто бодаться, там иметь на бутылку и смотреть телевизор, для чего ему надо это электричество, тем и нет. Я не защитник этих людей. Я защитник тех семей, которые хотят жить, трудиться и рожать. Я хочу сейчас очень конкретно и подробно понять обе стороны и обе позиции. Насколько мы это можем сделать с расстояния в несколько тысяч километров. И понять, что... Конечно, я все прекрасно понимаю. Я очень не хотела оказаться на месте этих людей. Когда к тебе приходят и говорят, выкатывайся отсюда, ты... Ну вот смотрите, ко мне сегодня с утра... Извините, недалеко сегодня с утра, это мы позвонили нашему офицеру по своим поручениям, сегодня с утра приходит другой немножко пример, ветеринары. Показывают ксивы и говорят, мы пришли колоть вашу скотину, у вас скотина непривитая. Им говорят, идите нахрен отсюда, ребята, уходите лучше. Ну, у вас в баню, не искушайте. Они, естественно, ушли. Это впервые за 9 лет. Это что-то случилось. Какой-то приступ с адомазохизмом у ветеринаров. Если люди не дают портить себе жизнь, у нас государство никогда не принуждает к этому людей. То есть это как бы там положено по закону. Но люди не хотят травить скотину прививками, прививать болезни. Да никто не заставляет, по большому счету. Есть специальные операции, такие геополитические, когда свиней уничтожают и так далее. Это большой бизнес и большая политика. Это да, беспредел. А так вот в таких вещах... Хорошо, но за коммунальные услуги надо платить, если ты живешь в муниципальном жилье. Да нет, послушайте. Если жить нормально, вот сейчас у людей... Муниципально. Извините, у людей есть возможность начать нормальную жизнь в своем доме, в своем крестьянском хозяйстве, если поставить так вопрос перед властями. И там нет коммунальных платежей. Там нет, они есть сейчас. У меня нет коммунальных платежей. У меня нет проблемы ЖКХ, у меня нет проблем взяток, у меня нет проблем с чиновниками, у меня нет проблем с армянами. У меня вообще... Потому что у меня свое крестьянское хозяйство. То есть снимаются почти все проблемы, которые мучаются люди, которые живут в чьих-то домах, в каких-то муниципальных условиях, с какими-то там вот этими всеми бесконечными договоренностями, деньгами, справками, взятками и так далее. Надо создавать свои крестьянские хозяйства. Надо, согласна. Давайте, вот используйте ресурс комсомольской правды. Обратитесь к властям Челябинской области, да? К властям Челябинской области. Земли пустующего. Пусть нарежут по 50 гектар любой желающей семье. 50 гектар – это минимальное крестьянское нормальное хозяйство. И дадут им стройматериалы, это 5 копеек стоит дом построить. Но только чтобы строили сами, чтобы халявы не было. Секунду, это все будет в будущем. Если они сами с собой разберутся, со своими головами и со своими делами. Это можно сделать через неделю. Нам надо понять для начала, почему это вообще произошло. Почему там произошло, там понятно. Потому что, во-первых, они там последние годы не получали зарплату. И он, как бы, таким образом, видимо, снимал себя. Я не знаю, там разобраться нужно. Потому что они не получали зарплату, жили на что-то. Раз мы не получаем у вас зарплату, наверное, мы не будем коммуналку платить. Ну, видимо, да. Раз они там как бы на птичьих правах жили, как в общежитии, а не как собственники квартиры. Я думаю, вопрос собственности, не их собственности. И люди, представляете, они будут по следу, как заведут свои хозяйки, они будут пить парное молоко. Есть настоящий продукт. Не как эта несчастная учителька, которая покупает там отравленный йогурт. Слушайте, это не просто светлое будущее. Им надо серару просто поклонить в ноги. Ну, я могу с Германом согласиться, я тоже как бы... И я это прошел. Это не то, что там придумка какая-то. Посмотрите на меня. Я тоже живу в деревне. Я тоже живу в деревне, хотя я коренная москвичка. Я тоже переехала, когда вот у меня нарожала этих детишек. Я уехала жить в деревне. Я в Москву приезжала, у меня сразу обруч. Главная боль. Да, конечно, ужас. Это как всегда на каторгу приезжает. Совершенно иная жизнь. И там, конечно, вольготнее, безусловно. Но у меня нет, конечно, не такой экстремальный вариант, как у вас. Да, но все-таки надо иметь определенный склад характера для того, чтобы уметь в определенный момент переломить себя и переломить свою ситуацию. И принять то, что с тобой происходит, как данность и как благо. А не судиться, не выявить. У этих жителей, насколько я понимаю, вообще большая проблема. Они между собой не могут договориться. У каждого свой адвокат. Ну, какой там их 117 человек. 117 человек. Они должны объединиться и ходить вместе, как бы отстаивать. Правильно. Только не в суд ходить вместе. А сказать нам, как этого Арменина зовут, не будем сказать. Слышишь, Армен, там условно. Давай-ка встретимся, поговорим спокойно, безо всяких адвокатов. И с властями точно так же надо разговаривать. И те, кто нормальные люди. Хорошо, предоставьте нам и нашим семьям альтернативу. Конечно, пускай это будет там ипотечное, там кредитование. Не надо кредитования. Неправильно женщина говорит. Не надо кредитования. Надо выделять бесплатно землю. Строй материалы освобождать от налогов на первые пять лет. Хорошо, если люди не хотят, конечно, хорошо. Если не хотят, пусть сдохнут, кто не хочет работать. Вот так. Никакой проблемы, все по-честному. Секунду, я не сказала, что они вообще не хотят работать. Если они хотят, то работают на земле, потому что мы с разговаривали... Тогда что им там делать? Тогда пускай едут на завод и где-нибудь работают. Она педагог, на секундочку. У нас есть телефонный звонок. А чего она детей-то учит, эта женщина? У нас есть телефонный звонок, Евгения, здравствуйте. Она в высшем учебном заведении. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем нашего зрителя. И будет кормить детей своих парным, хорошим, молодым. Герман Львович, остановитесь, пожалуйста. У нас была там в высшем учебном заведении бездельничать. Одни преподаватели... Герман Львович, остановитесь, пожалуйста. У нас есть телефонный звонок. И мы должны послушать нашего зрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас внимательно. Давайте останавливаться вовремя. Алло, здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. У меня слышите, да? Да я хотел у вас спросить такой вопрос. Я живу в селе, построил дом сам лично, собственным горбом. Живу в нем. Плачу налог, допустим, за землю. Я ее плачу. А почему я должен платить налог на недвижимость? Мне государство ничего не помогало. Я даже мешало только строить. В чем суть? Почему я должен платить этот налог? Братан, ты зачем дом оформлял? Вот у меня дома не оформлены. Я не плачу никакого налога. Те, кто вообще тянул ходить, там эти справки получать? Отвечаешь, нет? Нету. Нет, 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 нету ответа. 637-6454. Телефон нашего прямого эфира. 495-код Москвы. Звонок бесплатный. Еще раз, 637-6454. Код Москвы. 495. Ждем ваших звонков. Напомню, что у нас в студии Марин Ракша, руководитель Межрегионального профсоюза работников домашнего хозяйства 8 марта. И Герман Львович Стерлигов. Говорим мы о той истории, которая случилась в Челябинской области, где с аукциона продали бывший совхоз с фермами, теплицами, котельной, всем хозяйством и вместе с домами и их жителями. Сейчас 117 человек пытаются доказать свою правоту всеми правдами и неправдами, всеми возможными ходами. Самое любопытное, что действительно районные чиновники и судьи, к которым местные жители обратились, они полностью встали на сторону Сейрана Варагена. Вот это к вопросу о законодательстве. У нас же законодательство, оно безумное совершенно. Оно противоречит вообще везде и всюду. Для того, чтобы разобраться, это нужно нанимать тысячи юристов и так далее. Это вообще ужас. Это называется таламудический принцип законодательства, когда пытаются все детали предусмотреть, а если будет то, а если это и так далее. А есть православный тип законодательства, который надо вводить. Это законодательство, которое базируется на священном писании, на нормах священного писания, и где главное это божья справедливость. А в священном писании изложено все, вообще вся жизнь. И всегда можно найти аналогию для того, чтобы принять решение судье. И у судьи должна быть большая власть. И в этом случае не нужна ни адвокатура, ни прокуратура. Должен быть судья, уважаемый, который принимает решение не основе вот таких талмудов законодательных, а на основе священного писания. Кто прав, кто неправ. Говорят, ты прав, а ты неправ. И только если он смертную казнь выносит, если она, допустим, есть, тогда это можно обжаловать. Во всех остальных случаях это вопрос судей. И тогда это пятиминутное решение вопроса. Но и об этом мы можем только мечтать. Такое законодательство было в Риме, в Византии, в древнем, еще православном Израиле, до того, как был распят Христос и время. Мы сегодня в 21 веке живем, и совершенно единственное, в чем я соглашусь, что судебная система должна быть действительно независима абсолютно от местной власти. На местах этого нет. Женщина, я вам конкретно говорю, что надо делать. Вот не стянаю по поводу того, чего плохо, а говорю, что надо делать. Надо менять законодательство и делать его на основе священного писания. Все, что противоречит священному писанию, должно быть вне закона. В то, что согласует со священным писанием, должно быть законно. И все. И тогда нам не надо эту государственную думу, она вообще не нужна тогда. Сочинять все эти законы вообще дебильные, которые ни конца, ни края не имеют, которые изучить невозможно. Ведь любой человек вынужден нарушать законодательство. Геннадий Иванович, да подождите секунду, у нас полторы минуты до конца эфира. Да послушайте, потому что изучить законодательство нельзя. Если ни вы, ни я не можем изучить законодательство, а это невозможно, значит мы обречены на то, чтобы быть преступниками. Всегда. С рождения до смерти. То есть всегда нарушать законодательство. Зачем нам это надо? Нам надо жить по священному писанию. И принимать вместо конституции, принимать священное писание. Септуагинду. Одну секундочку. И Ветхий Новый Завет. У нас меньше минуты уже осталось до конца эфира. Уж извините, пожалуйста, ничего не могу сделать. У нас немножко времени прибавилось, мы чуть позднее закончим наш эфир. Вот видите, какая у нас дискуссия интересная для наших зрителей. И очень конструктивная. Оказалось, меня другой вопрос волнует. Она совершенно сейчас, я чувствую, сейчас нам еще на час продлят, если мы зацепим эту тему. У нас лейтмотивом всей нашей последней жизни, буквально последних несколько месяцев, о том, что у нас разделено государство и церковь. Слава Богу, потому что это не церковь, а шарлатаны ряженые. Поэтому это хорошо, что государство и вот так называемая церковь у нас разделено. Это прекрасно. Именно поэтому, послушайте, именно православное законодательство на основе священное писание. Священное писание это писанное изложение воли Бога. Это если даже там есть еретики католики или еретики московской патриархии, священное писание от этого не меняется. И хорошо, что государство может стать православным. Нет, у нас еще есть мусульмане, буддисты. Вот смотрите, это очень важный вопрос, тут нужно хотя бы несколько минут на это. Потому что поскольку все съехались и перемешались, как в Вавилоне, помните, что сделал Господь, когда люди перемешались при строительстве Вавилонской башни? Он разделил их на языки. И люди перестали понимать друг друга и разошлись в разные стороны. Слушайте, мы уже давно не понимали друг друга. Послушайте, и нам надо разойтись в разные стороны, каждому на свою родину, и стать независимыми, прекрасными, дружескими, соседскими государствами. Это будет болезненный иногда путь. Но это единственный выход из этой ситуации. Или мы тут перевернем друг к другу все глотки и все. Кстати, Ник Ночи помянут, Государственная Дума при вашей речи по нынешним принимаемым законам тянет на экстремизм. Так что придется не вам дойти до суда. Придется дойти до суда. Правда говорить легко и приятно. Даже если за правду надо пострадать, для мужчины это честь и радость. Потому что так легче попасть в рай. Это прямая дорога к спасению. Когда есть неприятность и за правду. Прям честное слово. Если возвращаться к теме нашего сегодняшнего разговора, если так немножко все-таки вспомнить... Женщина, я не буду комментировать, потому что... Потому что я понимаю, молча и дура это называется. А если все-таки вспомнить о том, читать до домостроя. Я вас называл не дура, а женщина. Ну и стоп, в общем одно и то же. Тема нашего сегодняшнего разговора. Это круто. Да, вот смиренная женщина. Я православная женщина. Все? Православная женщина не может ходить в штаны. Чушь собачья. Не может быть... Чушь собачья. Где, Монголич? Чушь собачья. Это написано в священном писании. Где? Вы сейчас попольствуете, называете священное писание. Женщина, да не оденет женщина мужскую одежду. А та, которая оденет, да будет подклятвую. То есть проклятвую. Я одела женскую одежду. Ну какая женская? Мужские вон штаны у вас. Да я вас помоляю. Может я пойду? Я пойду, здесь уже не нужна. Да, у нас 4 минуты до конца неправильный вопрос. Вы не называете себя православной, пока вы используете косметику. Так, давайте мы остановимся. Пока вы ходите в штанах. Я в вашу секту не записывала. Я православный крестьянин. Какая секта? Да нет, вы абсолютно мракобес. 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 В православии самое главное не навредит. В Челябинской области, дорогие друзья, с аукциона продали бывший совхоз с фермами, теплицами, коровниками, котельной, часовней, домами и их жителями. Новый хозяин, армянский бизнесмен Сирай Ворогян уже выгоняет жителей села Норовчатки на улицу. Вот такова была тема нашего сегодняшнего эфира, программа была, тема дня. Хочется все-таки вернуться немножко к тому, о чем мы, с чего мы начинали, и спокойно, без эмоций, и главное, без, знаете, без чего, с точки зрения совершенно реальных, конкретных действий, которые необходимо сделать сегодня, завтра, послезавтра тем людям, которые оказались в этой ситуации. Для начала им нужно объединиться, всем 117 человек, и все подавать иски вместе, группы, это совершенно другая история. То есть это должно быть некая общественная какая-то организация, которую они собирают? Она там уже житель, она уже есть, понимаете, не каждому нанимать отдельного адвоката и как-то бегать со своими бумажками, а вместе садиться, разговаривать. Ну, мы не знаем всех подробностей, но во всяком случае объединиться нужно всем 117 человекам, и там как-то разговаривать уже с властями. Это все-таки уже 117, там уже не отмахнутся. Они не отмахнутся, чем они будут по-одиночке рассматривать их там в суде и так далее. Но, по сути, они вряд ли имеют право на то, чтобы отсудить эти дома обратно, на то, чтобы вернуть... Они имеют право на социальную защиту от государства и помощь. И вот государство должно как бы на улице, если это особенность с детьми. С детьми, мы вас много слышали. А вот точка зрения мужчины, это действительно объединиться, но ни в коем случае не идти в суд, потому что там все и умрет. И будут всегда виноваты и крайние. Нужно объединиться и решать, во-первых, вопрос с армянами, чтобы никуда не торопились армяне. А во-вторых, правильно требовать у власти, чтобы выделена была земля тем, кто хочет завести свои крестьянские хозяйства. Чтобы были выделены деньги на строительные материалы, чтобы была выделена скотина. Главное, людям деньги не давать. Деньги людям нынче не игрушка, безбожникам. Им надо давать возможность начать трудиться. И начать нормальную жизнь. И вот тогда эта ситуация будет хороша для всех. Главное, не ходить в суд и не брать кредитов у проклятых банкиров. Ну что, друзья, мне практически нечего добавить. У нас, по-моему, очень благотворная получилась сегодня дискуссия. Шумная, громкая. Но, тем не менее, очень благотворная, очень хочется верить, что наши зрители и в Челябинской области в том числе нас слышали, и в Доноровчатке дойдут все те... Все так и зуистика, которую мы сегодня здесь высказывали. Я думаю, что весь наш посыл о том, что, друзья, во-первых, не опускайте ни в коем случае руки, шагайте вперед, боритесь... И убавайте на Господа, а не на суды и на власть. Становитесь православными. Избритой безбожной сволочи русской становитесь православными русскими людьми. И Господь вам поможет, а не люди. Проклят человек написан, надеющийся на человека. Надо уповать на Господа. Даже если... А для этого надо женщинам быть не похожим на нашу собеседницу, и носить юбки там, выполнять заповеди Божьи, а мужикам не быть похожим на чмырье. И если вывихивают женщины руки, тут же ломать две тому, кто вывихнул женщину руку. И даже если в вашем поселке живут там типа татары, тоже, пускай, становятся православными. Да, и татары пусть становятся православными, и чечены пусть становятся православными. Потому что из разных народов становились православными христианами и попадали в рай. А те, кто не станет православным христианином, тот обречен на... и здесь еще обречен мучиться. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли к нам в нашу студию. У нас сегодня в гостях была Марина Александра Акша, руководитель Межрегионального профсоюза работников домашнего хозяйства 8 марта. И Герман Львович Стерлигов, спасибо огромное за то, что пришли. Очень хочется надеяться, что эта история разрешится таким образом, каким она должна разрешиться. Комсомольская правда продолжит очень внимательно следить за ситуацией в Челябинской области. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Это телевидение Комсомольская правда. Мы всегда в прямом эфире, мы всегда говорим о самом интересном и злободневном удаче.